Свежий воздух, единение с природой, небольшой пляж и, что главное, вся необходимая инфраструктура. Экопоселок Малинки расположен недалеко от города. Большинство жителей – семьи с детьми. Говорят, между соседями царит дружная атмосфера. За городом вместе с семьей Дмитрий Владимиров живет уже 10 лет. Рассказывает, полтора года назад спокойствие местных жителей нарушилось. Мы поняли, что вот этот участок, принадлежавший собственнику, был. Собственник умер, его брат продал этот участок новым владельцам. Ну, они как бы купили, и начался конфликт с тем, что у нас вот здесь вот пруд есть, и на нем дети там ловили рыбу. Им как бы начали запрещать, и тогда мы узнали, что как бы поменял собственник. Это как бы насторожило. Мы начали задавать вопрос, какие у вас планы, что вы хотите. Они говорят, мы хотим построить здесь дом. Ну, и как бы сделать такую большую свою усадьбу, там, размером в два гектара. Дмитрий говорит, якобы земельный участок относится к особо охраняемой территории. Добавляет, еще тогда возник вопрос, как эту землю переведут в индивидуальное жилищное строительство. В мае этого года на участок пытались завести трактор, чтобы пробить дорогу. Однако техника утонула. Предыдущий владелец поселка запретил пользоваться дорогой. Но уже тогда жители малинок начали бить тревогу. Беспокоились, что экосистема будет нарушена. Раньше здесь летали птицы, то есть цапли постоянно прилетали. Проживали бомбры в водоеме. Сейчас, к сожалению, все куда-то делось. Птицы по утрам не поют, цапли больше не прилетают, бомбров больше не видели. Позже жители выяснили, на участке в два гектара хотят построить базу отдыха. Полторы недели назад там начали активно вырубать деревья. Приехал пол-одиннадцатого домой, увидел, что молодые ребята подходят с пилами и начинают вырубать лес прямо напротив дома. При вопросе, что происходит, ничего, к сожалению, мы не услышали. Между тем, разрешение на строительство с весны этого года владельцы так и не предоставили. Местные жители уверены, спиливают деревья уже больше недели один и тот же мужчина. А складывать бренны ему помогают подростки. В этот понедельник жители вызвали полицию. Узнав об этом, неизвестные сели в машину и скрылись. Жители добавляют, машину, на которой скрылся мужчина с подростками, объявили в розыск. Кто же собственник участка, получал ли он разрешение на строительство или вырубку деревьев на этой территории. Чтобы получить ответы на эти и другие вопросы, мы обратились в администрацию Ивановского района. Нам поступила информация в соцсетях на аккаунт администрации по этому вопросу. Как мы и выяснили, участок, на котором произошла вырубка, находится в частной собственности. Поясняю, что администрация выдает разрешение на снос земных соседей, находящихся на муниципальных земли и земли гостя на различные собственности. Если же указанные земли для себя частному, то на них администрация разрешения, соответственно, не выдаёт. Также в администрации добавляют, этим вопросом сейчас занимается и полиция Ивановского района. Между тем, в Департаменте природных ресурсов и экологии нам пояснили, земельный участок в 2 гектара не является особо охраняемой территорией. Согласно официальному сайту Росреестра, относятся к категории земель населённых пунктов. Вид разрешённого использования для базы отдыха. Между тем, жители коттеджного посёлка обратились в прокуратуру области. Надеются, что надзорный орган выяснит, вправе ли собственник участка пустить под топор десятки деревьев без разрешения и что может там построить. Юлия Сёмина, Максим Шишкен, телекомпания «Барс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...